Аплодисменты 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 Да, я в электричке еду А если осенью урожай тыкв хороший Так я еще и осенью Обратно в город в электричке Фикус везу Я так анализировал Я у тещи по степени родства Помещаюсь как раз между тыквами и фикусом 7 рублей 70 капель До меня ни на одной семейной фотографии нет Я только фотографирую Даже на свадебных фотографиях везде. Жена и теща. Теща и жена. Вот помнишь, там, где кольцами обмениваемся, да? Помнишь? О, тещина рука. Серьезно, пальцы как сардельки. Стыдно друзьям показать. Она тогда еще сказала, да ладно, сетек, какая разница, фотографируй давай. Когда горько на свадьбе кричали, теща с тестем целовалась, думала, что это им кричат. 7 рублей 70 копеек. Не, не, одна моя фотография у них дома висит. Теща ее так и называет, эту фотографию, с зятем на даче. Там все, тесть, теща, жена, сын, собака, фикус, все. Я говорю, а где же зять? Теща говорит, зять? Дай-ка лупу. А вон на заднем плане с лопатой буквой зю картошку копаешь. Зять. А она, она собаку так дрессирует. Палку ей бросает, говорит, зять. Если натравить надо, зять. Правда, благодаря теще я перестал с женой ругаться. Как-то поссорились. Она звонит, значит, теща, мама, он меня обидел. Я собираю вещи, переезжаю к тебе. Теща говорит, подожди, доченька. Зло должно быть наказано. Это я собираю вещи и переезжаю к вам. Как-то у друга в гараже выпивали. Ну, бывает, с кем не бывает. Ну, лишнего выпил, да. И там в машине у друга уснул. И проспал до утра. Мобильных тогда не было. Утром раз на работу. Все, день отработал с больной головой. Прихожу домой, думал, сошел с ума. Дверь моя, замки новые. Позвонил теща, открывает цепочка, руку просунула, а там паспорт жены, а там уже вписан развод и девичья фамилия. И сын из-под цепочки тещины слова повторяет, кто гуляет по ночам, долго ходит по врачам. Ноутбук мне раздавило, представляешь? Купил ноутбук. Ну, вечером там смотрел на диване с сайты мои любимые. И так заснул около дивана на пол, положил. Утром встал, пошел умываться, теща пришла. Говорит, о, у вас новые весы? Ха-ха, 150 килограммов в лепешку, хрящ, и все. Как я на ее дочке женился? В институте. Смотрю, симпатичная девушка. Я ее на танец пригласил, потом пошел до дома провожать. Вот клянусь, ребята, в мыслях не было даже что-то продолжать. Вот думал, сейчас в щечку чмокну. И до свидания. Вот так вот, губы только вытянул. Вдруг подъезд открывается, теща вот с такой дубиной. Тебе что от моей доченьки надо? У меня сердце в пятках, говорю, жениться хочу. Она говорит, ну я тебя за язык не тянула. Как она преступника поймала недавно в парке. Днем гуляет с тестем. Вдруг свисток. Вроде, говорит, милицейский. И парень бежит. Она ему взяла ножку поставила. Тот физиономия об асфальте. Оказалось, спортсмен по свистку на время бежал. Ой, ребята, что она на нашей свадьбе серебряной пять лет назад отчебучила. Ну, выпили, собрались, да, и заспорили, чья родня сильнее. Я говорю, да ваша сильнее, конечно ваша. Чуть до драки не дошло. Лучше бы дошло до драки. Ну, ладно, давай перетягивай меня к канату. Тоже хорошо. С их стороны восемь дядек, с моей стороны я один. Да и это бы еще ладно. Теща, ну кто тебя просил? Зятек, я за тебя. Встала за моей спиной, как дернула. Шурин мне лбом четыре зуба выбил. Так она же меня потом еще целый год шурой дразнила. И вдруг, представляешь, позвонила, говорит, дядек, приезжайте в гости, я соскучилась. Я жене говорю, давай такси вызовем, пока она не передумала. Первый раз в жизни дома наедаться не стал. Раньше я всегда наедался, знал, что там меня кормить не будут. Даже цветы тещи купил. Розу. Две надо было? Лучше бы в следующий раз. Тесть открыла, и ты рассказывай, говорит, на кухне лампочка перегорела, и теща решила сама ее поменять. Перегоревшую выкрутила, и дальше не знает, выключатель включен или выключен. Она зачем-то палец облизала. И в патрон. Хопа! Дальше треск, искры, шум, звон. Тесть говорит, на кухню забегаю. Теща на полу сидит, рот до ушей, и поет. Я люблю тебя, зять, как бы ни было это противно. У нее в голове включился центр любвеобилия. Стены гладит, собачек во дворе целует, со всеми соседками помирилась. Перед тем, как на стул сесть у стула, прощения просит. Извините, говорит, что я сейчас буду к вам мягким местом. Мне на шею бросилось. С детек мой ненаглядный. И всегда-то я любила тебя, как родного сына. На первое борь со сметаной, на второе котлеты и щучьи. Водочка, селедочка, грибочки. Хоть каждый день у меня обеда. Ребята! Ел и плакал. Клянусь, плакал и ел борщ со сметаной и со слезами. Наконец-то и мне повезло. Какие тещи бывают? Зетек, говорит, мой ненаглядный. Ой, извините, телефон забыл выключить. А, тещь звонит. Наверное, будет на ужин звонить. Отвечу, ладно уж. Извините. Алло. Да, да, дедуля, я. Прятаться? Почему? Опять током долбануло? Подожди, что говорит? Зять весь дом обожрал. Понял, выключаю телефон, прячусь, маскируюсь. Вот это, ребята, уже больше похоже на правду. Все должно быть на своих местах. Я побежал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ